так здравствуйте друзья железо на проводе пошла запись серии номер 6 опять про прививки долго нудно зато не оставлю ни одной тайны вот те кто думает что мы просто берем состыковом 2 веточки обмотали все друзья мои как они показывают ужас возьмут на середине ветки одну из 40 веток тонкую там с карандаш учат учат привать а что на ней вырастет два яблока они до 3 уже обломится продолжаем мы остановились вот на этой фотографии я показал 10 20 фотографий по принципу прививка в скелет именно в скелет не вот в эти вот жалкие ничтожные веточки видите слева бессмыслица которая поражен весь интернет а ветки скелетные достаточно толстая ничего что в расщеп зато они станут большой частью дерева то есть на них можно ждать урожай еще покажу вам какие урожай ахнете все раз говорю достаточно толстые скелетные ветки смотрим дальше ну то же самое обратили внимание то же самое вот почему вот эти не привиты вот это вот это это сильно уж отклонено но я тоже можно привить вот эти будут привиты этой весной на новые сорта это называется третий этаж потому что под этим абрикосом манжурский абрикос под культурным вот это есть скелетная прививка вот можно было бы еще несколько привить ну такой ли хватило этого вот эта интересная фотография видно сразу что на сливе китайской сливы замечательное дерево на ней я привил центральный проводник это ветка называется центральный проводник я привил венгерку несовместимость нет не полно частичная дальше события будет развиваться так вот видите она жива фотография сделана была в середине 21 года будет же дальше значит вот эти ветки я буду угнетать то есть когда придет весна отрезать 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 но не полностью чтобы не делать здесь страшных ран или еще пару сортов пару трех сортов могу испытать если она погибнет значит эту же венгерку у нас не одно дерево этой венгерки можно будет взять ветку и снова привить сюда что мы добьемся больше биологической совместимости больше ну будем ждать будем смотреть а и третий вариант есть если вот эта центральная погибнет явно следы отторжения имеются вот частичного отторжения то эти ветки боковые можно оставить в покое и получить тоже плоды в этой же китайки но несколько другие но это все на воде вилла написано надежды на юноши питают три варианта это по моему тоже самое дерево да наверное вот еще скелетные прививки выбирайте какие выбираю выбираю вертикальные по возможности наиболее вертикальные как можно ближе к основанию ветки допустим вот это пять года в году четыре года три года и вот здесь оставляю несколько почек на развитие и внедряю ну а дальше что будет то будет посмотрим вот это вот и об использовании больших пятилитровых или шестилитровых по полиэтилитровых массовых банок очень удобная вещь если прививка достаточно крупная обычная банка уже не накрыть а я вам буду показывать и показывать как мы накрываем и накрываем и накрываем делая внутри то что я называю микроклимат вот снова скелетная прививка это знаете что здесь все янец даже не привиты ни на что это привезенный с Украины мною жаргель вот она еще не плодоносила я уже улучшаю я хочу чтобы она сильно сильно отличалась от своего этого предка скажем так вот ну это уже можно без комментариев о привет Андрей привет Железавей Константинович это прививка за столом вы видите в общем то переростки груш так их можно было бы выбросить но я наполовину чуть не сказал кто украинец и поэтому взялся их спасти толстоватые Сергей не любит такие толстоватые а мне все равно вот и помощник работаем вдвоем я отрезаю подвой я делаю расщеп я делаю два клинышка и вставляю а мой помощник обматывает лентой и замазывает торцы запомните мазать надо только помните я вам показывал странные эти самые рисунки западных специалистов обмажут прямо кору но это неправильно это гниение обмазываются только торцы все ну вот моя работа там вода в этом тазике сейчас Андрей отнесет и будет садить так следующая фотография ну как видите не болтун персик пошел 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 19 мая вот он пошел персик поздновато взялся прививать получается что вот это вот росточек немножко отстает на неделю где-то от них а я привык когда даже накрываю пленкой еще и опережаю это очень важно чтобы проверяемый сорт испытанный сорт до осени успел вызреть вот эта фотография вот и жалко что получается что я вроде бы сам себе запретил показывать подряд как бы по теме и совсем другом месте может на вебинаре сегодня у нас 13 февраля 14 будет вебинар но он не последний прибавляем 7 дней и тогда 21 понедельник будет следующий вебинар вот а я на этих вебинарах показываю там уже более целеустремленные здесь все подряд чтоб не уснули а там пожалуйста засыпайте вот ну там вся гвардия там никто не заснет на вебинарах и здесь получается что есть фотографии где все это аж буквально легло на землю все в плодах аж просвета не видно вот но пока она цветет пока я еще скажу не вздумайте делайте штамп по современным меркам глупым странным странное это самое лучшее слово потому что остальные слова матерные и так полагается отрезать это 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 и начинается штамп должен от отсюда высочайшая величайшая глупость на свете мы уже это проходили так ну вот пожалуйста здесь я делаю прививку на абрикосе но кого я прививаю сливу венгерку у них хорошая совместимость вот вам доказательство видите она не отстает вот тут вот побежки только начались вот тут вот тут вот тут вот они и тут такой же побежки то есть это слива на абрикосе может дать такую это сенсацию состоялось но не в моем саду а у Чернобаева это сад дублер куда практически все ценное было перенесено с моего сада вот и пойти практически все это ценное берет и прекрасно плодоносит вот и вот одна синяя венгерка оказалась розовой хотя ему никаких розовых венгерок Черенков не давал вот а он взял и все мне испортил как сказать испортил я шутя образно ёрничая испортил сорт мельгерки который я привел с Украины оно должно быть сенья у него розово почему ну догадываюсь он привил на абрикос бай прекрасно пошло выражает прекрасно кстати косточками торгую вот имейте это ввиду да и черенками кстати тоже кстати скоро заканчиваю ну вот так выглядит абрикос который можно было бы выдать даже за колновидный это наше любимое знаете как попадется вот это ненадолго да появятся плоды распластается и проколновидность а вот сейчас можно дурить людей вот ну естественно мы не дурим в нашем саду нет ни одной колновидной саженца на продажу только себе для этого ну так для удовольствия вот а так как видите абрикос может и вот так расти и не надо он потом буквально ляжет на землю сейчас еще да я запрещаю простым людям вообще проверен потому что не так режут вот это просто ужас идем дальше то есть не умеете не режьте умеете тогда аккуратненько можно взять его научите когда вы так отрежьте допустим одну треть загустите страшно вот пожалуйста еще одна начинает плодоносить яблонька вот это здорово как видите нет мыслях даже нет кстати видите как выглядит этот самый ковер цветочный красиво мне нравится потом еще недели две он будет скошен а иначе нельзя вот скошенная трава вступает в пищевую цепочку и на здоровье то есть она постепенно перегнивает или раз второе ее съедают черви два частично вот и в результате получается это такая круговерть круговорот вот а если держать под черным паром это гигантский тупой каторжный труд причем по уничтожению деревьев потому что сразу лишается еды вот ну а вот эти вот цветочные почки это доказательство того что все здесь правильно и по отношению на третий год вот причем гарантированное по отношению и прививку у земли вот прививка у земли так вот здесь были взяты черенки на прививку отрезаны раз два три естественно отрезаны они были раньше скорее всего в декабре или в ноябре по погоде вот то есть я режу после первых сильных морозов на прививку черенки обычно так выглядит было десять двадцать холодно а потом раз уже деревья уснули потом раз пять восемь вот я пять минус пять восемь и режу вот уже более менее комфортно ну это вы видите цветение в питомнике Железова Сергея сына это обратите внимание как обскуплены яблони а вот они стали у них следующий этап нет не давать плоды нет это просто говорит о том что они действительно скороспелые и надежные вот это цветение а так они нужны для того чтобы с них брать черенки они остались два три вот там дали вот там опять дали и получается что они остались на месте питомник вытеснен видите уже не тяпается земля питомники первый второй год тяпается вовсю чтоб черный пар был потому что это необходимость а потом все вот сейчас этого момента вот тут вот выкопали тут выкопали там вот черненькое видите в левом углу где стрелка там выкопали а это остается навсегда лучший из лучших ну эта фотография нуждается в некотором как бы сказать то в некотором объяснении вы знаете попробуйте вы в сибири найти черешня да эта фотография моя она сделана было в начале лета уже не в начале будем почти в середине июнь вот черенок черенок мы с Сергеем добывали водное Родцарство небесное посмотрите какого качества должны быть плоды если вот такие огромные листья фотография эффектная очень вот мне нравится вот а то что выдают причем выдают наглое вот знаете у нас есть газеты я читал допустим не буду даже район называть даже область неудобно как-то вроде человеку надо заработать он севернее меня на несколько градусов да вот морозы каждый год там 40 а у меня черешня а у меня черешня а никто ее не видел а он красиво рассказывает про нее и все и все а потом еще и саженцами торгует а он может быть даже наивен настолько что не знает простой вещи вся сибирь вишню на длинной плодоножке называет черешней вот или он обманывает или он попал под это самое вот и получается что у него черешня настоящая какая она настоящая только только вот здесь вот на юг Хакасии и замерзающий Несей температура смягчается я никогда этого не скрывал наоборот говорю хлопцы хомты кучи приезжайте сюда и тут растите сады если уж хотите в Сибири иметь редко бывает 40 далеко не каждый год вот черешья конечно на грани могут урожай пропустить вот мои черешья покрыты разобоевными ну что поделать зато видите есть и так на всю Сибирь полтора сада настоящий сад у Боднера ну наверное сейчас своих родственников вот и у меня назовем это пол сада несколько меньше десяти черешен вот и каждый год плодоношение черенки не продаю заметили что у меня в каталоге нет черенков черешни вот но средняя полоса России давно вся должна быть черешней повторяю специалист который считается ведущей в России это специалист из этого самого из Брянского института так в своей книге написала 26 28 а цветы 25 погибает вот и пока это предел ну согласитесь что в Сибири этого не должно быть но у меня похолоднее будет вот так что если взять вернуть ее обратно немножко черешни есть на Урале на Южном Урале вот у отдельных представителей сумасшедших городских вроде меня тоже есть черешня это может быть Подмосковье в Мичуринской есть черешни вот в институте есть в Мичуринском черешни но распространение не получают мне кажется из-за подвоев когда заинтересуются моими подвоями тогда и вот этим вот это означает фотография что черешни могут жить спокойно в средней полосе России не живут только потому что нет настоящих подвоев зато есть губительная агротехника жуткая страшная агротехника это когда снизу целый метр все отрезается потом это причем это цитировал я не раз из книги из пяти восьми веток каждого яруса оставляется три а на их месте страшные раны вот это не дает двигаться на север а авторы не понимают и те кто им следует вот то это ваш шанс в средней полосе иметь можно вот маточное дерево маточное дерево розмарина я отношу к супер деревьям специальная обрезка я бы показывал как она выглядит сейчас еще раз в принципе она вот такая видите в принципе получается смотрите отрезали следующий год они будут чуть короче вот это были полутора метровые а вот чуть короче но их три и уже метровые еще можно год потом еще можно год а потом уже это на пенсию пусть просто плодоносит а черенки я буду брать с их потомков более молодых это особая технология сейчас мы изучаем только технику применок и не более того вот вот и вот получается если вот так вот каждая веточка дает от двух до четырех до пяти веток вот следующего поколения получается вот это есть маточное дерево фотографию сделал впереди еще пол лета даже больше еще осень и это прекрасные отличные побеги для этого для переноса в другие сады вот и дикая дикая советская груша в чем она интересна у меня получилось так вот хотите верьте хотите проверьте но человек десять мне заказали черенки дикая груша казалось бы бессмыслица привил вырастил а есть нельзя но это не просто люди это те самые мы городские совмещающие которые знают что если в одном саду растут и дикари и полукультурные культурные это в будущем после нескольких лет плодоношения обеспечит им биологическую совместимость дальше говорить не буду потому что это называется я раньше в своих статьях в скобках писал хохот в академическом зале понятно почему хохот но тем не менее последователи есть черенки дикой груши берут на что попало прививают получают урожай диких может слегка испорченных витативной гимилизации но все таки несъедобных так хотя могут и съедобных привил на культурную дикаря можно получить съедобную или полусъедобную но тем не менее цель такая иметь свой подвой в виде дикарей которые выдержат морозы минус 50 но если подпорчена витативной груши прививка на сладких грушах оказался дичок ничего страшно ну потеряет 1-2-3 градуса морозстойкости но по двое собственные будут и так расходится по стране но медленно продал не больше десятка черенков и вот почему я говорю пока я продавал эти черенки отрезал дерево угнеталось и выбросил новую ветку это тот самый проклятый многими очень многими авторами которые считают себя специалистами проклятый волчок его полагается срочно отрезать чем пока маленький вот я отнимал силы в общем все это ерунда зачем я буду его отнимать это часть дерева так как я не знаю если бы у вас выросла третья рука например причем полноценная да чтоб вы сделали легли бы подножку а нет мне три много давайте мне две руки вот а третью давайте их трежем чертовой матери отрезайте я выгляжу некрасиво а представляете еще лишние пять пальцев сколько всего можно делать вот пальцы только в носу ковырят вот а вот здесь получается я считаю не стоит отрезать и не нужно отрезать вот она дикарит еще 20-30 лет проживет хотя немножко я же веток отрезал видите вон они видно даже отрезы вот но вот такие отрезы дикую грушу угробить не могут если и могут то вместо допустим 50 лет проживет 45 или 40 вот все равно он нас переживет поэтому и все равно волчка отрезать нельзя вот они ценные а те кто считает их бесценными жирующими они один год увидели ну два а на третий год любой волчок почти любой должен заплодоносить а это не знают потому что они ученые то кабинетные смотрим дальше вот опять вот вышло так что Сергей пока пытался продать саженцы они уже заплодоносили вот еще видите на переднем плане всего там второй год он уже взял начал свистеть и плодоносит на дальнем плане посмотрите сколько плодов вот еще один пример ну это у меня фотография 28 февраля вот сегодня у меня 13 февраля но я уже веточку поставил стаканчик и заранее уже отпускаются цветочные почки но это уже чистая формальность я делаю это каждую весну вот суперморозов не было ну где-то полтора-два месяца держалось от 20 на 32 их нельзя назвать суперморозами обычное дело особенно в моем саду другое дело что очень долго это было держалась таким образом температура для меня это нормально и все таки я каждый год ставлю в баночку одну-две веточки вот кому это надо я эту фотографию сделал для вас она учебная потому что вот сейчас еще поздно не поздно но если я вот это видите 28 февраля срезал в начале марта а представим себе что человек а многие меня не то что не слушают они говорят ну да но заготавливать кто-то не хочет тот говорит а я ее весной срежу а у меня так было и все обходилось вот а я говорю а вдруг она замерзла а вдруг почки половина замерзла тогда уже половина мертвых будет прием вот кто меня слушает кто нет тогда я говорю вот возьмите вот так вот сделайте если увидите что не проснулись или мало проснулось в почек значит вы опоздали вы оптимист но оптимизм вас этот самый связан с потерей лишь всего года жизни в саду вот ну вот это вы видите прирост последнего года вот отсюда где рука левая еще ниже вот это отсюда начинается прирост и вот отсюда это за один год нарастает целый скелет вот этот целый скелет это это все за один год как это было сейчас у меня уже заканчивается время отпущенное на то что ну короче сам отключается вот я считаю ну хорошо ограничусь получасом и вам не надоел так вот здесь у меня глина была я объясняю как получается значит в другом месте покажу ну-ка он не там нет в другом месте покажу и на другой серии посадил на глину но привал на месте первый год росло плохо но прижились второй год плохо и наверное все таки перебороло дерево или дальше пошло ниже глины я даже не знаю что там ниже глины сколько я там на штык лопаты знаю а дальше нет почему потому что я садил на холмы и на эти не в ямы и мощный прирост без единого полива вот та бочка стоит на дальнем плане она всегда пустая вот уже два года пустая стоит а это третий год дерево на третий год мощно пошла одна а вот на этом фоне вторая еще таких полтора десятка так ну что будем заканчивать друзья истекает наше время потом будет еще 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 значит вот это вот примеры это же привитое дерево опять же намажутся еще запомните как можно ниже как можно фотографии потом покажу сделанную тремя годами раньше ну в другой серии как можно ниже не выдумывайте высокие прививки вы испортите деревья это уже будет второй сорт третий сорт вот оно естественно с моей технологией с моими черенками и на первом этапе старайтесь так но нет у вас абрикосов привайте на сливу на тёрнки на сливу вот можете чтобы спасти черенки даже на вишню привать на степную на песчаную лишь бы только сохранить у себя если я последний год а такое может быть что вот сейчас начало 2022 года через месяц два я заканчиваю рассылку черенков причем чем позже тем опаснее высылать весна вот и может быть никогда вы не достанете черенки никогда и таких уже никогда и нигде почему потому что я называл три фамилии они это Байкалова Латинкова Ботнера суперспециалистов они все в могиле вот как пробовал Ботнер продавать черенки черешни той же на это абрикосов на рынке что это такие деньги за эти за эти за мусор за веники клевали его так что бросил это дело но я держусь тем что все таки за мной вот эти фотографии видите за мной качественные прививки качественные повторяю которые я вас учу делать и материал который я собирал 37 лет вот привозил с Москвы привозил это с Украины вот здесь менялся посылки получал и улучшал про улучшение как сделать чтобы прививка помогла улучшить саженцы да и саженцы само собой и качество плодов это мы еще будем говорить потому что шестая серия а мы еще половину фотографий не рассмотрели извините что долго по другому не умею до свидания друзья до новых встреч и до новых заказов черенков и косточек на подвой прохожение подвесения и 2 1 2 3 5